Всем привет, дорогие друзья, от вас приветствует на своем канале, с вами Витарган 177. На обзоре у нас будет карта Staff, Staff Comeback. Я думаю, всеми известная серия карт, ну как всеми известная, я думаю, известная тем, кто давно играет в Спинтайрес. Вот, была серия карт Staff, переводилась она как штука, было их порядка 7, по-моему, если мне память не изменяет. Вот, ну и собственно говоря, накануне мне написал автор, мол, я вернулся, вот решил попробовать сделать карту, строго не суди, мол, типа, позабыл половину, что вообще там в редакторе куда тыкается, чего делается. Вот, ну и собственно говоря, сам автор у нас Кадет 124. Практически постоянно проводились стримы по серию карт Штука. Ну, сейчас пока что ограничусь обзором, а там уж как карта ляжет. Может быть, даже и стрим проведем, но это все будет несколько позже. Значит, на карте у нас, ребят, будет один гараж, одна заправка, гараж, если что, открыт. Один листоповал, одна точка погрузки, три пилорамы, четыре точки разведки, три слота для автомобиля на выбор, да, спокойно можете менять, так как гараж открыт. Поставил я сюда Урал 432080М, ну и пожалуй, давайте начнем и прокатимся по этой карте. Для обкатки данной карты я, пожалуй, выберу, 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 выберу самосвал. Самосвал, самосвал у меня такой теперь более, более функциональный, после установки полога. Так, давайте, а вот он самосвал, крылья можно поставить, вот он полог, 300 ремонта и 300 литров, два очка гаража. Запаску давайте поставим, бампер можно сзади поставить. Ну, это уже все, это как бы прицепы, они мне, а, жалюзи можно поставить и фонари. Ну, это все сзади, сзади у ребят у нас там где-то, ну, сзади ставятся фонари. Вот, ладно, давайте заведем машину. Съездим с вами на заправку. Заправка, ребят, здесь расположена в аккурат, прям за гаражом. Доехать туда не составит абсолютно никакого труда. Обкатывал я уже эту карту, делал скриншоты для сайта ST-Mods. То есть, эта карта у нас будет опубликована на сайте ST-Mods буквально после моего обзора, ну, так скажем, в параллели. Так, вот таким акаром мы с вами сюда приехали, заправились. Интересно, а здесь можно проехать, да? Ну, в принципе, можно, по-моему. По-моему, здесь даже будет проще проехать, нежели... Чем вот я объезжал по дороге, давайте только аккуратно постараемся это сделать. Хотя, к чему аккуратность, если рядом локация гаража, можно, если что, отремонтироваться. Ну, и поехали. Чем вообще знаменательны были предыдущие версии серии Cardstaff? А тем-то то, что... Ох, и фига себе, я не забрался. Чем они были знаменательны? Ну, в принципе, они были знаменательны простотой исполнения. Но при всем при этом было по ним очень интересно ездить. Здесь же я наблюдаю все равным счетом то же самое, так как карту я уже обкатал, да? Сделал уже для себя какие-то определенные выводы по исполнению этой карты. Единственное, что, как бы, сильно бросается в глаза, это, так скажем, отсутствие в тех или иных местах детализация грязи. Вот. Ну, как бы, вот, например, вот в этом месте, да? Визуально вроде бы как бы ее и нет, но она все-таки там есть. Ну, и как бы, видно, что нанесен экструдус, нанесен тракс, но нет, так скажем, визуального исполнения там, ну, колеи, да? То есть нет никаких следов от машин. Видно, что вроде как тракс накинут, но вот автоматиком колея не прорисована. Ну, возможно, что грязь просто-напросто, а-ля, так скажем, да, размазалась, дождями ее размыло, и мы, так скажем, после дождя являемся первопроходцами. И делаем эту самую колею своими колесами. Можно и так сказать. Скриншоты я уже по этой карте сделал, в большом количестве причем. Выберу пять необходимых для публикации. Давай, 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 давай. О, выехали. Ну, вот видите, да, вот тоже здесь вот немножко, так скажем, непродетализирована грязь. Хотя тот же самый тракс смотрелся бы, как по мне, ребят, вполне актуально. Достаточно такие хардкорные, ребят, подъемы на этой карте. Тестировал я эту карту на дефолтном Урале 4320 в порожняковом состоянии. Как здесь дефолтные автомобили поведут в загруженном состоянии, остается только догадываться. Ну, в целом, в целом, ребят, вот даже после установки самосвала и вот этого полога, да, вот это, ну, так скажем, накидушки, да, вот это на самосвал, Машина чувствует себя достаточно очень, так, ну, так скажем, загружена она идет, она идет тяжело. Кто обратил внимание после установки всех этих аддонов, машина очень сильно просела. Что означает, что действительно вот эти аддоны, они очень много весят. То есть, ну, в принципе, можно сказать, как будто мы сейчас с вами едем примерно с двумя очками загрузки. При всем при этом, в целом, проезжается достаточно везде неплохо. Грязь сбалансирована, можно сказать, по всей карте я еду на второй передаче. Но велика вероятность того-то, что мы можем с вами эту вторую передачу и скинуть, видя какие подъемы на этой карте. Ну, вот таким вот макаром, в принципе, таким вот макаром мы доехали с вами до лесоповалов. Карта небольшого размера, возможно, наверное, где-то 16 на 16. Давайте попробуем вообще подъехать на, то есть, козлу для погрузки бревен. Посмотреть вообще, насколько оно здесь комфортно будет грузиться. Ну, что я могу сказать, грузиться будет здесь крайне некомфортно, вот в таком положении. Вот представьте себе, вы сюда приехали с распуском, да? Блин, еще и бревна-то спавнятся где-то там вообще за горизонтом. Вот, приехали вы сюда с распуском на дефолтном Урале 4320. Как только вы погрузитесь, я больше чем уверен, что вы перевернетесь. Так что, тяжеловато, конечно, здесь будет. Дорога здесь тупиковая. Дорога... Дорога здесь тупиковая. Поэтому берем мы с вами следующий автомобиль с гаража. Ровным счетом оснащаем его тем же самым. Так, где у нас полок, полок. Ну и, собственно говоря, давайте все то же самое напяним. Прицеп-самосвал, я думаю... А хотя, давайте прицеп-самосвал поставим. С пологом тоже. Ой, выехали с локации. Вот так вот, да? Вот, прицеп-самосвал, гараж. Поместились, нормально. Запаску поставим. Можно какие-нибудь другие колеса поставить. Вот такие, например, да? Ну и, опять же, давайте съездим на заправку. Ой. Заправим все эти аддоны. Чтоб они стали тяжелее. Да, и уже как бы так... Посмотрим, насколько комфортно будет ездиться... ...залитыми, загруженными этими аддонами. Плюс 300 сюда, плюс 300 туда. Все, мы заправились, залились. И можем, в принципе, продолжать наш путь. Не очень красиво то, что дорога у нас выведена за кирпичи. Ну, ладно, давайте сделаем снисхождение относительно того, что автор а-ля забыл вообще, как пользоваться редактором. Вот, я думаю, отсвежил он память, и в дальнейшем уже не будет допускать таких ошибок. Так, следующая наша дорога. Ну, давайте, наверное, повернем направо. Это будет самый длинный, так скажем, у нас путь. В таком исполнении Урал, ребят, перевозит и топливо, и ремонт, и два очка гаража. Здесь два очка топлива в ремонт, и здесь два очка топлива в ремонт. Здесь нам сейчас будет встречаться достаточно очень глубокая грязь. Мне, кстати, вот безумно интересно, насколько адекватно поведет в этой глубокой грязи Урал. В принципе, вполне адекватно он себя ведет, наверное. Ну, конечно, да, все-таки, ребят, не хватает, не хватает полной детализации. Грязи, то есть, не хватает вот этих самых черкашей, да, имитации следов в грязи. Ну, в целом, грязь сбалансирована. На первой передаче, в загруженном таком состоянии, едет машина вполне адекватно. Так, не потянул. Блин, тяжело, да, на вторую передачу не дает мне переключиться. Так, открыли мы одну из с вами очередных точек разведки. В принципе. Да, глубокая грязь, глубокая. Здесь даже у нас сделано а-ля болотце такое. Ух, нихрена себе, что это такое там? Что это такое там вмятина какая-то прям в воде? А-ля водоворот, что ли? Ну, вообще, кстати, можно сделать в воде водоворот. Я неоднократно видел водовороты на картах. Особенно я помню хорошо, водоворот получился на одной из карт от Дмитрия Маркина. Я думаю, все прекрасно помнят его по всевозможным картам из серии Призыв Ильича. Здесь у нас грязь, ребят, вообще невидимая. Ни фига себе, я забуксовал. О-о-о, ну здесь вообще хардкор. Здесь мало того, что экструды, с плюс ко всему тинт. Короче, термоядерная смесь. Едется здесь не очень комфортно. Буквально, можно сказать, практически не едется. Хотя я сейчас нахожусь на первой передаче. Ну, давай, давай, давай. Чуть-чуть осталось. О-о-о, поднялись. Ну, подняться-то поднялись, но тут же мы с вами встретили другую грязь. Но, правда, в этой грязи уже едется более комфортно. Такие какие-то пруды у нас здесь посередине. Дорожка между прудами. Не, ну грязь, конечно, надо было сделать побольше, да? То есть, ну, визуализацию грязи сделать лучше. А то есть, как бы так, тракс, хопа, накинут. А по факту, вроде вот здесь накинут и всего ничего. По факту, колеса в этой грязи тонут. Ну, не знаю, насколько долго автор делал эту карту. Он об этом, к сожалению, не упомянул при переписке. Вот здесь у нас тоже, ребята, опять же, такая термоядерная грязь. Ну, Урал дефолтный здесь вот проехал не лучше. Вот, я, кстати, вообще, по-моему, застрял сейчас, да? У меня просто машина, по-моему, не едет. А, нет, хотя, по-моему... Не, не едет. Я утонул, ребят. К сожалению, утонула машина. С прицепом, самосвалом едется здесь очень тяжело. Но я проезжал на Урале, вот на дефолтном. Вообще, без задонов, без задонов, не без ничего. Я проехал. Вот. Ну, а как вы с Брионами здесь проедете, остается только догадываться. Не более того, потому что сами прекрасно видите, то, насколько тяжко оно здесь вообще проезжается. Давайте попробуем перецепиться. Вот он перецепляется. Давайте дальше тянуться. О, нет, сейчас чувствую, я так упаду. Не более того. Нет, я здесь не поднимусь, к сожалению. Прямо перед точкой разведки, ребят, я здесь закопался. Я не знаю, на чем эту карту, ребят, проходить, но явно, блин, не на дефолтном автомобилях. Очень тяжело здесь проехать. Вот все, у меня машина закопалась, я газ отпустил, колеса крутятся. Но мы при всем при этом никуда не едем. Я неоднократно рассказывал о том, что нельзя использовать тинт и экструдос вместе. Это получается термоядерная смесь. Так, ладно, давайте попробуем без прицепа проехать. Ну, по-моему, без прицепа та же самая петрушка. Блин, вот я боюсь, что перевернусь все-таки. Здесь крем достаточно такой нехилый. А если я перевернусь, то, скорее всего, мы с обзорчиком-то, наверное, закруглимся. Давайте попробую сзади где-нибудь зацепиться. Вот так вот, например. О, все, пошел. Все, до свидосов. Да, ребят, к сожалению, проехать здесь нереально. В загруженном состоянии. Порожняком вы, может быть, и проедете, но в загруженном тяжело. Ну, по большему счету, здесь как вот она? Она вот так вот здесь тоже дорога издевается. Вы приезжаете на очередную пилораму, открываете последнюю точку разведки, карта разведывана. Остается только эти самые пилки заполнить. Проходить на дефолте местами будет очень сложно. Есть места, короче, где-то вообще сухо. Проехать легко, очень легко и просто. А есть вот такого вот рода места, где проехать очень сложно. Вот. И последствия достаточно очень плачевные. Так что, в принципе, ребят, выбирайте пути маршрута. Ну, здесь особо не повыбираешь. Здесь как бы дорога, пилка, дорога, пилка, чуть дальше дорога, и опять пилка, да? Ну, и на лесоповал. Дорога у нас тоже тупиковая. Здесь особо не разбежишься. Не знаю, может быть, здесь где-то можно и скощунить. Я, честно говоря, не экспериментировал, не кощунил. А вы уж можете сами посмотреть. Может быть, где-то что-то и возможно. Ладно, давайте на этом мы с вами закруглимся на этой такой перевернутой ноте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте Витарган 177. Карту вы эту сможете скачать, увидев ссылочку под видео на сайте стмодс, а также в моей группе. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok